Завещание Лукмана Сыну О завещании Лукмана Сыну в Коране говорится смысл «О сын мой, совершай намаз вовремя, соблюдая все условия, с Аллахом в сердце, в хузуре, поскольку после уверования во Всевышнего Аллаха намаз является первоочередной обязанностью человека и самым ценным поклонением тела. Вели людям делать добро, одобряемое шариатом, соответствующее разуму и ведущие раба к Аллаху. Отвращай людей от порочных деяний, запрещенных шариатом, порицаемых, несоответствующих разуму и отвлекающих раба от Всевышнего Аллаха, если можешь рукой, если нет – устами, если и этого не можешь – сердцем. Будь терпелив в трудностях этого света, таких как заботы, печали, болезни. Бедность – нищета. Особенно в трудностях и бедах, исходящих от людей, которым ты велишь делать добро и которых остерегаешь от плохого. Перечисленные деяния являются одними из важных, обязательных деяний, предписанных Всевышним Аллахом. Упомянутый аят свидетельствует, что и для прежних общин перечисленные деяния были самыми первостепенными и важными. Он также разъясняет уме Мухаммада, что тот, кто велит делать добро и остерегает от плохого, должен быть терпелив в трудностях и бедах, связанных с этим. «Повернись лицом к людям», – говорит Лукман сыну, – «когда приветствуешь их или разговариваешь с ними, встречая их с приветливым лицом и ласковым словом. Не отворачивай свой лик от людей, как чванливые люди, особенно от бедняков, считая себя выше их, относись одинаково к бедным и богатым». И далее Лукман говорит сыну, – «не ходи по земле горделивы, Всевышний Аллах не любит гордецов. И в походке соблюдай меру, то есть ходи не очень быстро и не очень медленно». Разговаривая с людьми, не повышай голос, особенно когда разговариваешь со старшими. Не повышай голос без необходимости, как, например, имам не повышает голос более, чем это нужно для того, чтобы джамат слышал его. Самый скверный, неприятный для слуха голос – это голос осла. В Хадисе говорится, – «Когда услышите голос осла, его рев, просите у Всевышнего Аллаха защиты от шайтана, ибо в это время осел видит шайтана, то есть он ревет, когда видит шайтана. Когда же вы услышите, как укорекает петух, просите у Всевышнего Аллаха все хорошее, ибо петух в это время видит ангелов». Рев осла сравнивают с криками обитателей ада. Есть еще Хадис Пророка, саляллаху алейху ассалям. Если походка Муамина излишне тороплива, он теряет красоту.